Литературно-музыкальный вечер журнала Симбирск прошел во дворце книги. Именно здесь располагается штаб-квартира ульяновских писателей и поэтов, авторов журнала. Журнал появился 30 лет назад, в лихие 90-е. Именно когда ломалась эпоха советского государства, рожилось, можно сказать, традиции советской литературы и создавалась новая эпоха. Этот журнал именно стал проводником той эпохи в новой. У журнала непростая история. Первым редактором был Лев Александрович Бурдин, поэт, журналист, военный врач. После его кончины журнал пережил второе рождение и стал издаваться под другим названием – Карамзинский сад. Его тогда возглавила поэт Людмила Бурлакова. Когда не стало и ее, журнал пережил третье рождение и стал выходить под своим первым названием. Сегодня его главным редактором является член Союза писателей России, лауреат поэтической премии имени Благова Елена Викторовна Кувшинникова. И в ту пору я, как молодой поэт, входила в круг самых первых авторов Симбирска. И с нашим руководителем, руководителем литературного объединения «Парус» и редактором журнала Симбирска Львом Бурдиным, мы, молодые авторы, много выступали в школах, в библиотеках. И это незабываемое время. Во время юбилейного вечера было сказано много теплых слов в адрес тех, кто работает над журналом и поддерживает его на протяжении многих лет. Удивительный журнал. Я не случайно такое слово употребляю, потому что ни в одном, наверное, регионе России вот такого объема, такого журнала, такой периодичности нет. И то, что он выходит на средства правительства Ульянской области, то есть при поддержке правительства, финансируется, это тоже очень замечательно. Сегодня журнал объединяет все творческие литературные силы региона. Здесь публикуются произведения как известных мастеров слова, так и начинающих авторов. После того, как журнал «Симбирск» стал частью издательского дома «Ульяновская правда», он доступен в электронном виде. Его анонсы, а также передачу «Литературная гостиная» с участием авторов издания можно увидеть на телеканале «Уллправда.ТВ» и на сайте «Уллправда.Ру». Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Уллправда.ТВ.